МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Больше 10 лет назад в Корее корейские дизайнеры, в принципе, никогда звезд с неба не хватали. Но тогда это был достаточно модный, своевременный дизайн. Сейчас он, конечно, кажется устарелым, но в то же время вот эти плавные формы, они не раздражают, и автомобиль хорошо вписывается в транспортный поток. Выбор вариантов двигателя и трансмиссии не слишком велик. Для Ланоса полагается всего один мотор, 8 клапанов, 88 лошадиных сил, полтора литра и одна механическая коробка передач. Но считается, что для бюджетного автомобиля этого вполне достаточно. Зато эти агрегаты хорошо понятны и знакомы нашим механикам, и ремонтируются на любом сервисе. Ну а теперь я попробую оценить этот автомобиль с точки зрения водителя, который все-таки главный человек здесь. Ну что, попытаюсь устроиться. Конечно, нельзя сказать, что попадаешь в царство роскоши, это было бы смешно. Но с другой стороны, вот первое ощущение, все материалы недорогие, но подогнаны друг к другу части очень хорошо. Нигде нет ни зазоров, никаких щелей, ни заусенец, ни облоя, как часто ожидаешь от бюджетного автомобиля. Все простенько, но добротно. Ну вот руль, он, например, такой, вроде хороший руль, приятный такой, хорошего диаметра, толстенький, достаточно ухватистый, с подушкой безопасности. Ну, к сожалению, не регулируется по высоте, но зато можно регулировать посадку водителя, дверь вперед-назад, и в общем найти какое-то положение. Ну, два куценьких стеклоподъемника электрических передних, но спасибо, что их поставили. Зеркала, к сожалению, ручной регулировки, но часто ли мы регулируем зеркала? Один раз подогнал, и ездишь. Приборы, ну, бедненько, простенько, но все, что надо, тут есть. Вот, пожалуйста, температура охлаждения и жидкости, бензин и спидометр. Увы, нет, тахометра вообще никакого. А вот датчики пробега механические, уже давно не увидишь такого, даже в отечественных ладах во всех электронные стоит, тут механические. Ну, работает все. Подрулевые переключатели, ну, тут нормальные, вроде-ка ничего, облоя нет-то. Вот, простенькая приборная панель. Все понятно, управление температурой воздуха, направлением, и даже, что приятно, есть кондиционер. Музыкальный центр, конечно, и ставили дилер. Вот какое-то есть место, куда документы положить, пепельница. Ну, какие-то небольшие такие углубления, куда можно положить какие-то мелочи. Ну, что ж, все вроде понятно, ясно, ничего тут лишнего нет, никаких таких изысков. Но зато любой человек разберется с полоборота. Ключик обычный такой. Заводимся. Заводимся. Вот завелся 88-сильный двигатель, ручник в пол. И поехали. От этого мотора ожидаю, что он будет громко кричать, вроде автомобиль-то бюджетный. Обычно звукоизоляция тоже бюджетная. Да нет, ничего. Он так достаточно тихо работает, и при этом-то есть какие-то мужественные нотки. Хотя он старый, восьмиклапанный. Ну, нормы Евро-3 выполняет, и ладно. 88 лошадиных сил. Вполне прилично для такого небольшого автомобиля. Он не тяжелый. Особенно, если учитывать, что, как и любой городской автомобиль, он эксплуатируется в первую очередь в городе с одним-двумя пассажирами. Ну, теоретически можно загрузить и пять человек, и два картошки. Но это будет далеко не каждый день. Ну, а что касается городских условий, сейчас проверим, как он себя ведет на московских улицах грязной московской весной. Ну, вот первое ощущение от коробки очень приятное. После любой отечественной машины, кто сюда сядет, испытает просто радость общение с коробкой передач, которая так хорошо, ловко перещелкивается, работает просто прекрасно. Подвеска неплохая. Вот сейчас дорога не очень хорошая, но подвеска хорошо глотает неровности какие-то, ямочки, колдобины. После зимы дороги московские не радуют качеством, а тут ничего. Динамика тоже не могу ничего сказать плохого. Ступенчатая коробка очень ловко разгоняется. В потоке машина чувствует себя покойно, и гидроусилитель как раз то, что надо. Вот мне пришлось в последние несколько раз ездить на автомобилях современных Олжского автозавода на Калине и Приори. Там стоит электроусилитель, и вот он как раз не очень радует, потому что совершенно ватный какой-то руль, не чувствуешь связи с автомобилем, круче-круче она уж сама. А здесь гидроусилитель старый, привычный, но машина очень хорошо чувствуется руля. Разгоняется неплохо по паспорту, автомобиль разгоняется до 180 км в час. Время разгона 12,5 секунд. По нынешним меркам это, конечно, не ахти какие показатели, но с другой стороны, это автомобиль, еще раз говорю, бюджетный, для него важнее не какие-то динамические характеристики. Тут важнее, скажем, экономичность. А он достаточно экономичный. По трассе автомобиль потребляет примерно 6 литров бензина в городе, 8-9, ну, в зимних условиях или в жарких летних побольше, 10 где-то. Ну, в районе 9 литров очень хорошие данные. И, естественно, 92-й бензин вполне подходит для этого двигателя. Он не обижается, скажем, и не требует дорогого 95-го бензина. То есть все теоретически составляющие бюджетной машины такой есть. При том, что такой автомобиль используется обычно на полную катушку. Его покупают или для личных нужд, ну, вот куда-то на дачу, в город и так далее. Либо покупают как разгонные автомобили для фирм, либо, а это очень такая высокая оценка, значит, у автомобиля. Очень часто их приобретают, особенно в небольших городках, для такси. Раз машину берут для такси, значит, она надежная, значит, она долговечная, у нее хороший ресурс. С точки зрения как раз соотношения цены-качества машина получилась очень удачная. Кстати, то, что это украинская сборка, как-то незаметно на качестве, особенно, этого автомобиля. Потому что, ну, он такой же бюджетный автомобиль, как тот же Ланос, там, собранный, там, условно говоря, наверное, в Польше. Так же, как, я не знаю, Рено Лаган, собранный в Москве. Это просто бюджетный автомобиль, да, тут не самые дорогие обивочные материалы, да, дешевая пластмасса, не самый современный двигатель. Но качество сборки примерно одинаковое, потому что автомобиль собирается по неким мировым стандартам, которые каждая компания старается держать на высоком уровне, дабы не опорочить своими. Потому что, смотрите, если человек начинает с бюджетного автомобиля Chevrolet Lanos, ему вот на этом этапе хорошо в этом автомобиле, он его устраивает по своим всем характеристикам, следующий автомобиль, вполне возможно, он купит тоже марки Chevrolet. Пусть это будет более дорогой, скажем, там, La Cette. А следующий, там, понравится ему марка Chevrolet, он купит там Коптиву. Это называется воспитать лояльность марки. Поэтому компания заинтересована в том, что любой автомобиль, выходящий под ее маркой, где бы он ни собирался, собирался по единым стандартам компании, единым стандартам фирмы, и это были достаточно высокие стандарты, чтобы потом человек не разочаровался и не говорил. Да, вот все автомобили с маркой Chevrolet, с этим крестом на решетке радиатора, они не очень хороши. Кстати, вот за три года, пока эти автомобили продаются в России, они производятся в Украине с 2003 года, при этом был небольшой рестайлинг, а в России продаются с 2006 года, показали себя как очень надежные, неприхотливые автомобили, которые, в общем, хорошо эксплуатируются и в условиях города, и в условиях такого легкого бездорожья, которые для России свойственны повсеместно, и как автомобиль для перевозки пассажиров, и грузов, и как разгонная машина. То есть, в общем, никаких претензий по поводу эксплуатации этой машины нет, не выявлено никаких вот таких специфических болячек, которые бы надо было изменить. Ну что тут, ну, на автомобилях первой партии, там, допустим, решетка радиатора пластмассовая сразу облазила. Ну, вот это единственное такое внешнее. Ну, есть, там, какие-то проблемы с ржавчиной, но они возникают в тех местах, где были сколы какие-то, краски. Ну, это, в общем, бывает у любого недорогого автомобиля. По двигателю практически нет нареканий. Единственное, что многие клиенты жалуются на то, что у дилеров приходится подолгу ждать некоторые узлы детали. Например, вот конкретно для этого автомобиля одну из трубок радиатора, которая оказалась пробитой, пришлось ждать несколько месяцев. Почему, непонятно. Автомобиль, вроде, собирается в Украине, там должны быть все комплектующие. Такое ощущение, что эту трубку радиатора везли на валах. Ну, в принципе, автомобиль зарекомендовался очень неплохо. Продается в России два с половиной года. Спрос на него постоянный такой, достаточно стабильный и хороший. Предлагается три комплектации. Самая дешевая комплектация, это, ну, совсем голый автомобиль, в котором тот же, в общем, двигатель, та же коробка, тот же салон. Это тоже седан, но в нем нет ни гидроусилителя руля, ничего. И единственная базовая вот эта самая подушка водителя. Более высокая комплектация, чуть более высокая, предполагает уже наличие гидроусилителя руля. А в самой дорогой комплектации, вот в этой дополнении к рулю, появляется еще кондиционер. В принципе, сейчас такое время, что спрос на такие автомобили держится очень устойчивый. Он даже растет. Человек, который собирался купить более богатую машину, тоже сейчас раздумывает, а надо ли это мне. И посмотрит на такие автомобили. И здесь достаточно высокая конкуренция. Потому что предложений много. Вот что можно выбрать за эти же деньги? Ну, во-первых, можно выбрать российский автомобиль марки Lada. В принципе, Calina чуть-чуть меньше по салону. Priora чуть больше по салону. А Lada, как бы он посередине. Он по-старому относился к классу C. Сейчас это скорее класс B+. Как у Calina. Потому что, в принципе, стандарты несколько изменились за те 10 лет, пока производится этот автомобиль. Ну, что я могу сказать. Calina, она будет чуть-чуть дешевле. Priora будет дороже. Причем Calina можно, хотя она будет чуть дешевле, дополнять комплектацию по усмотрению. Можно выбрать вариант и с ЭБС, чего здесь нельзя. И две подушки безопасности поставить. И даже парктроник поставить. Чего тут нельзя, конечно, сделать. Но Calina, я говорю, будет при этом стоить чуть-чуть дешевле. Ну, разница будет составлять буквально копейки. Но при этом тут вопрос, для кого-то важен вопрос имиджа, потому что какой бы ни был, хоть украинский, но все равно Chevrolet. Не могу сказать, что для задних пассажиров здесь очень много места. Конечно, тесновато, откровенно. И для коленок не очень. И тоннель там внизу есть, в середине съедает много места. И потолок низковат. А вот об эту арку запросто можно зашибиться головой, когда садишься в салон. Двоим тут ничего, троим откровенно будет тесно. Ну, собственно, то, что тут два задних только подголовника, и то интегрированные, говорит о том, что скорее здесь место для двух взрослых пассажиров. Но, впрочем, в тесноте, но не в обиде. Это бюджетный автомобиль, зато тут тепло, есть крыша, и можно ехать. Очень важная деталь народного автомобиля – это наличие хорошего большого багажника. Давайте посмотрим, что тут здесь. Открывается он только ключом, ни кнопки, ни из салона. Но все-таки автомобиль бюджетный. Сверху, конечно, крышка не закрыта ничем, зато снутри он обшит. И ни большой, ни маленький, средний, стандартный багажник. Задние сидения складываются, что очень важно в соотношении 1 к 2. Ну, в общем, довольно серьезные вещи. Можно, наверное, сюда засунуть. Снизу полноразмерная запаска. Ну, в общем, это хорошо. И, если подвести краткие итоги, что мы имеем? Мы имеем седан, что очень важно для нашей страны, это самый востребованный тип кузова. С нормальным мотором, очень экономичным, пусть не самым динамичным, но зато знакомым всем механикам. Тесный салон, но достаточно комфортный. В этой комплектации есть даже кондиционер, есть подушка безопасности. В общем, за эти деньги, наверное, одно из лучших предложений в своем классе. Спасибо, что были сегодня с нами. Тест-драйв для вас проводил Игорь Маржаретто. До следующей встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова